Слава нашему Господу! Я так сильно готовился сегодня к проповеди, что моя Библия куда-то исчезла. И я вот сейчас буду по памяти. Две недели я читал, смотрел Библию, там, отмечал, так готовился, и в последний момент ее не стало. Но я уже так было у меня раньше. Но я знаю, что Бог сегодня на этом месте, и Он наши немощи, Он может подкреплять нас. И я думаю, что Дух Божий, который здесь, на этом месте, Он может сказать больше и лучше, чем наш разум, чем там все наши подготовки. Дух Святой, Он имеет такую тонкую, как сказать, чувство, что может проникать в глубины наших сердец. Я, вы знаете, вот просто в конце года у меня такой есть обычай, мой лично. Я стараюсь забывать заднее, простираться вперед. Заднее уже не вернешь. Но вот в Новом году я себе как бы ставлю какую-то задачу. И вот перед Новым годом я всегда смотрю в Библию и как бы прошу Господь, что бы я хотел на этот будущий год. Это будет 2020 год, такое хорошее число. И я не хочу хвалиться, но лично для меня Бог часто отвечает, то, что я прошу. И вот мне кажется, это место одно я нашел, вот Исайя, 58 глава. Я его хочу пожелать себе и вам. Я хотел бы, чтобы оно исполнилось в нашей жизни. И побыстрее, чтобы вот в этом будущем году вот эти благословения, которые я сегодня прочитаю, чтобы они просто были явны в нашей жизни. Это будет очень нам хорошо. Я не буду читать всю главу, я просто как бы кратко сокращу время. Тут написано в начале главы, что люди, они приходят к Богу, они стараются, ну, стараются как бы все делать, чтобы быть близко с Богом, постятся. Но у них что-то не так, у них что-то не складывается. И вот Бог им предлагает что-то поменять. И это может быть мы, дорогие друзья. Мы можем, тут написано, что мы каждый день как бы взываем Тебе, постимся, смиряем себя, но Ты не слышишь нас. В чем проблема? Знаете, такой вопрос. И тут есть такой ответ. И вот этот ответ я хотел бы, чтобы мы как бы внимательно просмотрели. Я бы вот для себя вот в следующем году Исайя, 58 глава, она будет для меня просто красным шрифтом выделена для моей жизни. Не знаю, как для Вас. Но я хочу, чтобы Вы просто выслушатели. И тут написаны такие слова. Вот пост, который я избрал. В 6, 58, 6. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, скитающийся бедных веди в дом. Когда увидишь нагового, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». И тут, смотрите, это как бы 8 таких планов. Я хотел бы остановиться. Знаете, 8 таких важных вещей Бог предлагает нам. Это вот бедных увидеть. Писание говорит, что мы бедных всегда будем иметь вокруг нас. Но часто мы живем и делаем вид, что мы их не замечаем, что у нас рядом нет. И я благодарю Бога, что мы уже что-то в этом направлении делаем. Мы уже в Мексику поедем очередной раз, дадим там бедных, голодных, накормим. Там их явно видно, не так, как здесь. Там видно, что голодные люди, мы им даем кушать, а они еще просят. Там голодные люди. Мы видим, что как они одеты, и мы повезем туда одежду. И это я благодарю Бога, что уже два пункта наша церковь исполняет. Вы знаете, мы, может, не так рядом видим этих голодных, этих нищих. И мы вот тут два самых главных пункта, которые Бог предлагает. Это одеть нищего и как бы его накормить. И вот в это я уже как бы рад за нас, что два таких важных, можно сказать, пункта мы исполняем. Но еще остается шесть. А шесть тут написано примерно «разреши оковы неправды». Вы знаете, есть какие-то между людьми, когда мы живем, в отношениях наших, бывают какие-то неурядицы. Особенно тут написано, чтобы отидно кровного своего не укрывался. Вот часто наши родственники, наши там близкие, мы иногда, не буду говорить там имена или кто знает, даже здесь, на этом месте, может быть, между родственниками не все правильно. Может быть, не все, как сказать, гладко. Может, где-то какие-то были неурядицы, какие-то были раздоры. И вот тут Писание предлагает это поменять. То есть Бог предлагает поменять, чтобы... Я потом покажу, зачем Он хочет это, чтобы сделали. Как бы поменять, знаешь, хотя люди верующие, хотя ходим в собрания, но тут Бог говорит «развяжи вот эти вот ермо». Вот есть такое написано в Библии, что «не впрягайся в одно ермо с неверным». Ермо – это такое, знаете, одевали на быков, такая деревянная такая штука, завязывали этих, и они пахали вместе, вели вместе. Вот иногда мы, может быть, какие-то бывают или грех какой-то, или какое-то, знаете, дело, и мы в этом деле состоим, а это не Божие. И мы как бы впряглись в него, и Бог тут предлагает это ермо свергнуть, чтобы это оставить. Вы знаете, может, это какая-то мелочь, но Бог на это сильно обращает внимание. Написано, чтобы мы угнетенных отпустили на свободу. Вы знаете, иногда, может быть, кого-то как бы угнетали, может быть, это какие-то, может, наши дети, может, мы как-то их, может, неправильно относимся, говорим неправильные слова им, может, какие-то близкие. Вот эти очень важные тут слова, которые Бог предлагает, я даже не буду как бы все сильно расписывать. Я думаю, каждый из нас может читать и внимательно проверять. Тут это очень важные слова, очень-очень хорошие. И тут, смотрите, написано, что произойдет, вот если мы поправим эти, как бы сказать, вещи, которые тут указаны. Что тогда произойдет, что как бы ожидать из-за этого? Тут написано, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Правда твоя пойдет пред тобою, слава Господня будет сопровождать тебя. Правда, мы все это хотим, чтобы слава Господня, она сопровождала нас, чтобы мы не делали, куда бы ни ходили. Чтобы откроется свет, как заря, вы иногда видели зарю, знаете, если рано встанем, мы увидим, что темнота, и тут такой подъем солнца, и все осветляет. Вот примерно мы так будем выглядеть. Мы где-то пойдем, где-то будем что-то делать, и люди будут обращать на нас внимание, что мы куда-то вошли, и мы как заря. Но мы светимся, мы что-то светлое несем, мы какую-то пользу обществу несем. Мы люди смотрят в общении с нами, они захотят нас видеть, они захотят с нами быть рядом. Почему? Потому что Бог сделает, что слава Господня будет сопровождать нас. Это будет особенное что-то, это будет что-то прекрасное, но это еще не все. И написано, смотрите, тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишься из своей среды ермо, перестанешь поднимать пресс и говорить оскорбительно. Вы знаете, иногда мы как бы христиане, мы, может, это не замечаем, но в нашем лексиконе может быть такая, как сказать, нота, нота иногда упреков, иногда каких-то, знаете, поправок. Мы можем как бы правильно говорить, но это будет оскорбительно. Это может звучать оскорбительно к другим людям. Может, мы думаем, что это мы правильно говорим, может, мы это всю жизнь так себе наставляем, мы так себя ведем, мы поправляем все. Но тут Бог говорит, чтобы оскорбительно перестать говорить. И смотрите, что дальше. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнят кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроиться потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений». Что это значит? Я, может, хочу немного пример своей жизни. Вы знаете, вот я был неверующий, помню, я был далеко от Бога, и с детства ходил я в церковь, и вы знаете, я там в Симферополе жил, и я видел только одного человека, который, несмотря как я себя вел, несмотря где бы я далеко в мире не был, почему-то он всегда у меня как-то был для меня светом. Бог являлся через него ко мне. Я помню, мы уже приехали в Сиаттл, вы знаете, это уже совсем другая местность, и мы попали в один город. Это пожилой человек, у него много детей, 8 детей, я не буду говорить его имя, но он для меня был особым. Вы знаете, вся церковь была как церковь. Они всегда меня правильно судили, что я такой, 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 и даже старались много со мной не разговаривать, мало меня видеть, и как бы поставили крест на моей жизни, и подумали, что уже никуда ничего хорошего с меня не получится. Но этот человек, видя все мои грехи, видя все мои недостатки, он не смотрел на это, он просто смотрел на меня как человека. И он, если видел, что я голодный, я помню, я жил в Сиаттле, и работал на двух работах, мне было очень тяжело. И вот я встретил его, я его 10 лет не видел. Он говорит, Петя, где ты живешь? Скажи мне свой адрес. Я говорю, зачем вам мой адрес? Ну, нате на мой адрес. Через несколько дней там он работал, кажется, на футбанке, и смотрю, показалось много еды. И он увидел просто меня, я такой худой был, знаете, изнемощенный. Я не голодал, нет. Но вы знаете, дорогая была еда, и мне было тяжело, и много билов. И я был далеко от Бога, и мне было тяжело. Но он не посмотрел на это. Тут написано, смотрите, что он голодному отдает свою душу. Человек такой, который с Богом близко, он видит голодного. Он увидел меня, я был голодный. Я нуждался в тепле, я нуждался в любви. Я был как бы отречен от Бога. Я был далек. Но этот человек, вот смотрите, я вижу, что это как духовный рост. Он вырос для того, тот человек, что он не посмотрел на мою, как бы, неправильную жизнь, на мое неправильное отношение к Богу, неправильное отношение к людям. Он увидел, что я изнемощенный. И он напитал, написано, напитаешь душу страдальца. Моя душа была страдала. И он напитал мою душу, вы знаете, и это был как свет во тьме. Он явился в мою жизнь, он дал мне эту еду. Я его даже не просил. Но я это, знаете, для меня это большой, как сказать, большой отпечаток в моей жизни. И я всегда вспоминал о нем, думаю, вот это единственный. Много людей было, много вокруг всяких ходило. Но он увидел. И он мне пришел и сделал это. Это слава Богу за такого человека. И мне хочется, чтобы мы такие были, дорогие друзья. Может, ты видишь какого-то, знаете, человека, он неправильно живет. Он как-то уходит с церкви. Он где-то, может, споткнулся. Что-то обрати на него внимание. Может, вот это вот страдает его душа. Я уверен, что его душа страдает. Я уверен, что он голодный. Он голодный почему-то. Ты можешь что-то ему дать. И вот Плесание предлагает, чтобы мы такие стали. Это будет очень хорошо, смотрите. И вот смотрите, что больше, да, и говорится, что ты будешь как сад. У тебя будет засуха тебе ничпочем. Ты не будешь ничего бояться. Смотрите, написано. И восстановишь основание многих поколений. Вот, вот честно, вот этот человек восстановил поколение мое. Я, если кто знает меня близко, я там с большой семьи. Но я вот покаялся. И у меня сейчас много детей. Семеро детей. И наше поколение, оно восстановилось. Другие там мои братья, сестры практически не имеют детей. Но Бог через мое покаяние, Он восстановил мое будущее. И Он поколение дал. Это Бог сделал. Через что? Через того человека, который увидел меня, помог мне. И Он обратил на меня внимание. Он, наверное, помолился за меня. Я не знаю, я думаю так, что Он когда мне давал, когда помогал, Он все это сделал молитвой. Я не знаю его молитвы. Может, Он ночью молился за меня. Может, Он ступался за меня. А может, Он как-то так... Я уверен, что это Он делал. И вы знаете, теперь я здесь, и мое поколение восстановлено. Хорошо, чтобы у нас в церкви приходили такие люди, которых поколение восстанавливалось. Чтобы, знаете, уже как бы у него и детей нет, у него там проблемы. И он далеко ушел от Бога. И тут он покаялся, и Бог начинает восстанавливать его поколение. И мы это увидим. Это же будет благо Богу. Это будет очень хорошо для всех нас. И я бы хотел, чтобы у нас это происходило. Прямо уже в следующем году. И смотрите, что дальше. Потомками твоими пустыни вековые восстановишь. Основание многих поколений будет называть тебя восстановителем развалин. Возобновителем путей для населения. Представьте, будут людей таких называть. Там, где думают, уже все развалено. Уже множество проблем. Уже там все дьявол разорвал, разломал. И тут мы придем туда, Бог нас употребит. И мы восстановим эти развалины. И нас назовут. О, этот человек, он созидает, он не разрушает. Этот человек, он благословенный Богом. У него что-то есть особенное. И нам хочется, чтобы это мы были, дорогие друзья. Чтобы это мы пошли туда, на те развалины. Может, на те места, где никто не хочет ходить. И мы можем пойти туда и восстановить эти развалины. О, как бы я хотел этого, дорогие друзья. Я желаю это вам и мне. Это мое, как сказать, желание. Смотрите, что дальше будешь. Я просто время, коротко. Если ты удержишь ногу твою ради субботы. Ну, тут я скажу воскресенье. Вы знаете, тут говорится про, чтобы отмечать день для Господа. И исполнение прихоти твоей во святой день мой. То есть, не жить просто один день отделять от Бога. Тут Бог как бы дальше предлагает. Чтобы начинать отделять день для Бога, что мы уже делаем. Но, может, надо быть повнимательнее, знаете. И написано, что не будешь заниматься своими делами, которыми ты обычно занимался. И не будешь святым днем Господним называть, чествуемым, почтешь его. И не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. То будешь иметь радость в Господе. И я введу тебя на высоты земли. И дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца твоего. Уста Господни изрекли это. То есть, это Бог обещает такие благословения. Представьте, вести на высоту. И Иакова благословения. Помните, Авраам, Исаак, Иаков. Бог их благословил во всем. И Бог называет себя, это их Бог. И представьте нас, когда будет Бог говорить, я твой Бог. Взови, я услышу. Взывай громко, не удерживай. Тут так написано. Это я желаю каждому из нас, дорогие друзья. Вот эти слова лично для меня, я говорю, вот в следующем году. Я буду внимательно вникать в эти слова. Я буду просить Бога, чтобы они исполнялись в моей жизни. Я буду просить Бога, чтобы наша церковь исполнялась эти слова. И чтобы потом, когда люди говорили, они про нас так говорили. Что мы восстановители. Что мы разрушенные восстанавливаем. Что с нами Бог. Что мы светлые люди. Что мы хорошие. Это будет хорошо для Бога и для нас. И, дорогие друзья, здесь Бог просто нам предлагает, как это сделать. Давайте внимательно отнесемся к этому. Давайте помолимся, чтобы Бог нам это дал. Слава Богу.